Москва, 29 мая, РИА Новости Почти 80 взрывных устройств обезвредили сирийские саперы, подготовленные российскими специалистами. В районе бывшего лагеря палестинских беженцев Ермук, сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в течение суток зафиксированный случай нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований в провинции Халипа, Латакия, Хама и Дираа, отметил Евтушенко, Вместе с тем нормализуется обстановка в Дамаске и его пригородах. Инженерно-саперными подразделениями сирийской армии не прекращается работа по разминированию освобожденных районов бывшего лагеря палестинских беженцев Ермук. За день обследовано 26 зданий. Обнаружено и обезврежено 12 минут, 19 фугасов и 47 самодельных взрывных устройств, сказал Евтушенко. Также представители центра провели мониторинг обстановки в населенных пунктах Мадиара, Мисраба и Байтсава, в ходе которого определены объемы восстановительных работ. Как отметил Евтушенко, российская сторона совместно с сирийским правительством выполняет мероприятие постконфликтного урегулирования в провинции Хама и Хомс. Продолжается ремонт международной автомагистрали М5, на участке трассы Эр-Растон, Тельбисе, вдоль дорожного полотна устанавливаются отбойники, выполняется монтаж осветительных мачт. Он напомнил, что в населенных пунктах зоны деэскалации Хомс функционируют центры постконфликтного урегулирования. За сутки под контролем центра свой статус урегулировало более 2000 человек. Всего с 16 мая эту процедуру прошли более 24 тысяч человек, которыми сдано более 4000 единиц стрелкового оружия. Кроме того, для пересечения провокаций и противоправных действий в населенных пунктах Эр-Растон, Кафер-Лаха, Тельбиса, Зафырана, Харетту Куман и Альхула российской военной полиции выставлены наблюдательные посты. Развитие ситуации в спецпроекте РИА Новости война в Сирии. Продолжение следует...